Давайте еще раз примем утверждение теории. Если нам дали какой-то граф, что граф? Это список вершин, и про каждые две вершины нам известно, все ли они, или не сли. Так вот, если нам дали какой-то граф, и если в нем нет подграфа гомеоморского К5 и К3, то есть нет подграфа, который является подразбитым К5 или подразбитым К3. То, в таком случае этот граф является главным. Мы хотим показать обучение. Чтобы это сделать, мы воспользуемся так называемым методом наименьшего контрпримера. Это очень важная сейчас мысль, поэтому я ее торжественно и подробно запишу. Если есть какой-то контрпример, то это граф. У графа есть сколько-то там вершин, и у графа есть сколько-то там вершин. Да, еще понятно, что когда у вас есть граф, то добавляя к нему лишнюю точку, вы фактически с точки зрения планарности ничего не меняете. Или, скажем, если у вас есть граф и отдельно от него другой граф, то нарисовать каждый из них, или две просто отдельные, вообще никак не связанные. Замечательно. Поэтому можно спокойно считать, что наш граф связен. И мы доказываем теорему в следующем виде. Пусть же наименьший по количеству ребер граф. На последствии я даже напишу так, что запрещена вот такая операция дурацкая. Взять или на ребре поставить точку. То есть в таком случае мы все это объявляем одним ребром. Не буду писать, считается, что это все понимают. Итак, наименьший по числу ребер граф, который, внимание, не планален и не содержит в качестве подграфа ни подразбитый К5, ни подразбитый К2. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, цель всего, что будет дальше, доказать, что этого самого Ж не существует. Но, как только мы докажем, что его нет, то мы получим, что нет наименьшего контрпримера. Ну, а если нет наименьшего контрпримера, значит, нет и вообще контрпримера. Потому что если бы был хоть какой-то граф, который не удовлетворяет теореме Куратовского, то в таком случае из всех таких графов мы бы взяли граф с наименьшим количеством ребер, и всё бы получилось. Итак, Ж наименьший по количеству ребер граф, который не планален и не содержит в качестве подграфа ни подразбитого К5, ни подразбитого К2. Я сейчас буду потихонечку доказывать разные свойства вот этого самого графа Ж, и, в конце концов, получу противоречие, получу, что его просто не существует. Давайте начнём вот с чего. Если в графе Ж есть какое-нибудь ребро. Вот давайте решим. А, В – это абсолютно любое ребро в графе Ж. Абсолютно любое. Я возьму и эти две точки стяну, как мы сегодня уже делали, стяну в одном. Господа, понимаете ли вы, что в полученном графе количество ребер станет меньше, чем в ском. Согласна? Согласна. Дальше. Понимаете ли вы, что в полученном графе не будет ни К5, ни К3? Это мы сегодня такой лему доказывали. Что если после стягивания ребра К5 появилось, то на самом деле… Помните? То на самом деле было там ни К5, ни К3. Или если после стягивания ребра К3 появилось, значит на самом деле оно и раньше было. Я ее тоже не стягиваю. Это не было. Значит, после стягивания у меня ребер стало меньше, а К5 и К3 не появились. Значит, вот этот граф, полученный стягиванием… Давайте я его буду назначать Ж. Это вот что такое. Стянули ребро. Стянули ребро. Это вот именно этот ребро АВ. Этот граф должен быть ланарным. Отлично, рисую. Я его рисую. Точка, которую превратился от ребра КВ, я давайте так и буду ее обозначать. АВ. Раньше это было ребро, а теперь это одна точка такая. Ну и какой-то граф, я не знаю, что-то из нее, какие-то линии…